Глобальный ландшафт меняется с бесспективной скоростью на данный момент. Это несомненно приводит к последовательному управлению проектами во всех организациях. И такие организации, международные, мультикультурные, мультинациональные организации, в данном случае можно выиграть все, что угодно, начиная от МГО, термогномочной организации, и даже международную космическую станцию, если мы пойдем выше в космос, мы сталкиваемся с уникальным набором проблем управления проектами, учитывая сложность проекта, которыми они занимаются, и необходимость международного сотрудничества, особенно в педагогическом технологии. Координация команд, координация коммуникаций, координация культур, интегрирования рядовых технологий проработок в таких проектах, особенно при учете того, что существуют большие ограничения условий безопасности, эти и даже окружающей среды. Несмотря на то, что это довольно-таки уникальные проекты, такие методы, они могут находить применение в любой организации, в любых проектах, мне кажется, осколбенно накопленный опыт, который мы получили за все эти годы, может быть, применен сейчас с наибольшей силой. Первое, о чем мне хочется сказать, с чего мне хочется начать, это буквально недавно разговорился о региональном президенте Сименс, Кэмином Томбауэром, он сказал, по сути, каждый стратег должен быть, как ученый, используя данные, доказательства для улучшения своего понимания и практики развития проектов. И как ученый, я не могу с этим, конечно, не согласиться, хотя более бы я сказала, что ты ученым, главное, это не говори. Для того, чтобы было внимание, у меня более 20 лет на глобальных, научных международных организациях, я предположу на данный момент группы энергетики, международные ассоциации проектного менеджмента и, собственно, опыт работы в развитых организациях и с различными структурами позволяет мне говорить о том, как мы можем развиваться в современное время. Сегодня мне хочется немножко сосредоточиться именно на научной организации, ЦЕРМ и России, где уже с нас принимают огромные участия, вносим огромный вклад и немного рассказать о ключевых аспектах работы в этих организациях и применения стратегий, направлений проекта, которые мы можем от них взаимствовать. Мне когда-то очень давно понравилась вот эта конфликта, когда люди выбирали, в какой организации работать, и вот эти европейские космические сообщества, американские космические сообщества и большинство людей как показатель качества, успешности, эффективности, знаний выбирала научную организацию, которая включает в себя гораздо больше и страхов, и знаний, и технологий, чем могла бы представить Мухаево, деятельность, организация, на которую мы смотрим рядом. И, в общем-то, если говорить о всемирных коллаборациях, которые будут на масштабных проектах такого уровня, первая задача, которая стоим перед такими коллаборациями, это фундаментальные, я думаю, что это множество коллабораций, это фундаментальные научные вопросы на переднем проекта исследований и технологий. И что стоит отменить здесь? И чаще всего вот эти задачи исследований и технологий требуют, сами по себе, развития новых топливных технологий. Это просто необходимо для выполнения этих задач. И, несомненно, для развития таких проектов требуются большие инфраструктуры, сложные, большой определённые сложности и глобальные сотрудники на длительных периодах предмени. Мы часто сейчас говорим, что в меняющемся мире, в период адаптации мы делаем стратегию, устроим стратегию на короткий период времени, мы не можем планировать на длительное время. Как показывает практика работы в таких проектах, как показывает практика работы в других проектах, не обращающихся в научной области, длительное, длительное время необходимо для того, чтобы мы могли корректировать работу наших проектов, управлять нашими проектами, даже в меняющемся ландшафте, даже в постоянной турбулентности в меняющемся мире. И, учитывая задачи, требования для таких проектов, что мы получаем на выходе? Как я уже заметила, мы получаем набросы высокотехнологичные решения, инновации. Если мы возьмём для примера ЦЕР, то построение и большой огромный коллайд, для тех, кто когда-либо об этом слышал, для построения новых инновационных научных технологий требуются инновации, технологии вне научной подъездки, которые могут быть использованы далеко за пределами фундаментальной науки. Несомненно, их порождают стимулирующие идеи, которые привлекают, как я это назвала, правильных людей, что означает это люди, которые готовы развиваться, готовы, эффективно участвуют в развитии компаний, в развитии проекта, и для которых это является основным видом ответственности. Ну и, несомненно, для совместной работы, повод для международной коллаборации. Научный коллаборат, в сути, с вами, это отдельная структура, но тем не менее, какие принципы она нам приносит, которые могут быть использованы за пределами науки. Наука, по своей первой, нейтральная, я надеюсь, об этом мы не будем дефектировать, не смотря на теме, что это ландшафтные и происходящие события, что очень важно, и, думаю, оцениваются на основе конкретных результатов, что такое научные результаты для друг друга объяснять не нужно, а вот, да, оцениваются эти результаты на основе научных методов и научных сиописов. Мне не хочется сказать, что все должно оцениваться при помощи науки, но тем не менее, вот эти коды научной деятельности, когда мы оцениваем результаты по каким-то подпредельным вещам, играют большую роль в эффективности развития проекта, 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 проектного менеджмента. Перфекционизм совершенствует то, что присущ на научные деятельности, и то, что поощряет доверительное сотрудничество, означает, что мы доверяем результатам своих коллег, и доверяем, но проверяем, уже не так сильно распространено в нашем случае. Результаты достигаются, когда работает определенная корпорация большого количества людей, и также это один из немногих реальных, универсальных, дипломатических языков, на пути своей карьеры. Я могу сказать, что мне приходилось работать с разнообразными, совершенно не совмещающими себя культурными, межнациональными аспектами, и приходилось находить общие решения, то есть это то, в чем наукные и коллаборации на поворотах не игрывают у многих других проектов. Как пример ЦЕРМ, в которой я на данный момент прямо нахожусь, и крупнейшая физически-научная лаборатория в мире, основанная в 1954 году, и одной из фундаментальных кастелиндов в области физики, ЦЕРМ как раз таки способствует международному сотрудничеству. Как я уже сказала, Россия принимает большое участие со времен основания этой организации. Собственно, учредительная конвенция этой организации, это работа гемии, мы забыли о том, что это Нобелевский, рубляк Сави и Сибири, генеральные люди, но просто и эффективно. Признание преимущества, многообразие, смело сотрудничество и результаты эффективности нашей работы, которую мы достигаем, за счет именно коллаборации, за счет достижения совместных целей, к которым ученые стремятся. Минусы формы, как наукной организации, заключаются в том, что мы предоставим уникальную схему оборудования и технологий, позволяющих производить исследования на педагоге научных знаний. Мне больше всего хотели, чтобы мы хотели посмотреть, что любой из этих дисказываний может быть принесен на проекты в любой другой области. Несмотря на то, опытными технологиями мы не занимаемся, исследований мирового уровня, несомненно, и объединения людей для расширения границ науки и технологий. Помимо науки, часть, которая для нас является очень важным, это нейтральное представление науки, и мы выступаем в обеспечении инвестиций в исследования, которые очень часто упускаются в развитии проекта, когда мы пытаемся действовать, что я не могу, что у нас имеется, в быстром меняющемся мире, развитии и наукионных стран, и развития и наукионных технологий является родной из главных необходимостей налаживания связей между наукой и промышленностью. То, что я занималась в последние несколько лет, как раз таки, в Западно-Сембирическом регионе Российской Федерации, передача знаний научного сообщества в индустрию промышленности, что является очень сложным проектом, потому что нам все время кажется, что мы идем в разные задачи, и мы идем в разные, а вот объединение этих задач и перемещение в омол, да, задач, в решении, которые хотелось бы увидеть и с той, и с другой стороны, задача непростая, но тем не менее, как раз так и так мы работаем в этих главных международных проектах. Но это поколение ученых и инженеров, или кого бы то ни было, айти, доктора, назовите здесь опять же свой проект и кто-то должен быть за нами, кто-то должен работать после нас, и это одна из тоже главный изших таких организаций, потому что участник сосредоточил о том, что вот сегодня вот этот тормоз, как мы сделали, сегодня мы сделаем, мы достигли успеха, а что будет завтра, что будет после нас. Ну и стимулирование научного мышления и большинства людей, то есть мы начала, люди должны особенно стратегии думать так, как думают ученые, для того, чтобы эффективность процесса, который мы осуществляем, была гораздо выше. Я попробовала объединить нескольких таких пунктов, которые пользуются для преодоления сопротивления изменений и для всех, которые будут участвующих. Поэтому мы понимаем, что сопротивление и изменения публики и различные подходы, которые мы используем, на образование коммуникации, вовлечение участников, содействие и поддержка. Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и свои недостатки. Мне бы хотелось пойти в самый конец, где я говорю про самые быстрые, методы и самые эффективные с моей точки зрения. Мы часто используем, я не знаю, видит мою мышку, про манипуляции и кооптации. Это один из методов, который как руководителем проектов очень часто хочется использовать, когда мы не приходим к никакому решению. Да, этот метод работает, когда люди адспортно не прорабатывают. Да, первостоящие решения можно достаточно быстро и мощно и улучшить предпочтую проблему, но это забирает у нас один из главных путок решения людей, когда внутренне эффективно работать вместе и достигать эффективного результата. Гемопуляция или принуждение высшестоящих движения в любом случае это порождает хоть отдаёт нам быстрое временное решение, науку не уповодство проектов, но тем не менее на длительные стратегии, для развития длительной стратегии это может быть для проектов один раз 50-го года довольно-таки большинство для развития хотя повторюсь иногда это как-то стиль применимо. Наиболее эффективно как он играет в вот эти изменениях, которые проходят любая организация, научные в том числе, мы поговорим о том, что насколько прочен и насколько необходимый проект в данный момент, создание впечатления срочности, создание дедлайнов, которые очень сильно помогают, у нас есть шутка такая в научном мире, определить дедлайны, умножить на два, тогда проект в это время точно завершится. Отсутствие воскладочной мощности руководящей коалиции, когда решение принимается не меня все слышно, коллеги, потому что я перестала вас слышать. Да, когда возникает, когда нет общего решения руководящих звена, я только что сказала о том, что манипуляция и решение сверху может убить проект, при этом создание коллектива людей, которые принимают решения, оно тоже необходимо, если мы возьмем для примера опять же цену, то это всегда управление большими проектами большим количеством людей, то есть руководящую роль не играет один человек в данном случае и решение принимается по ходе обсуждения коллег. Недостаточное информирование о видении то, что я уже говорила о стратегическом линейне, как показывает практика, мы информируем свою команду в 10 раз меньше, чем нужно о том, что должно происходить, какая у нас стратегия, и не только короткосрочная, но и длинносрочная. Мы забываем о том, что должны быть кроменые все приятные пути к этому изменениям, мы увидим, что мы будем делать, но мы забываем в области таких препятствиях, которые существуют. Поэтому тут необходимо опять же привлекать команду к тому, чтобы помочь исправить эти препятствия. В физике следующая решение науниверсиями вот здесь научиться подходить науку приважен. Мы в физике объявляем об открытии, когда достоверность наших данных очень близка к статусу для нас. Никогда не кто, но очень близка к статусу для нас. Если кто не слышит, я понимаю, что люди наук им занимают божественные частицы в одном хипс, это было такое великое открытие в 2013 году. Я принимала в этом участии для того, чтобы это достичь, мы ждали почти 50 лет. Потому что встречная экрана объявить о победе иногда приводит к противоположным результатам и к полному выбору результатам. И, что тоже очень важно, ошибка номер 8, это недостаточное закрепление изменений в корпоративной структуре, особенно, когда наша команда столь мультикультурно и нежде стандартно, когда мы соединяем совершенно различных людей в один проект. С этим тоже нужно работать. Может быть, мы пытаемся принести какие-то новые, как нам кажется, очень эффективные изменения для работы, но принятие командой этих изменений очень важно, иначе опять же результаты могут ввестись на них. Итак, просто чтобы суммировать то, о чем я говорю, основные стратегии используемого в управлении научными проектами, это, несомненно, глобальное сотрудничество и объединение людей для расширения границ. Я могу зачеркнуть здесь слово, это науки, но тем не менее, науки и технологий, это требует широкого спектра навыков и компетенций, успешного завершения таких проектов зависит от глобального сотрудничества, это и обмен ресурсами, это и обмен знанием, это и обмен идеями через, несмотря на биографические и культурные границы, и координацию работы между разными командами, расположенными, ну, как мы сегодня с вами в разных частях мира даже. Следующий пункт это технологическая интеграция, и только что, как коллеги говорили, про диджитал мир, внедрение технологичных решений и инноваций, и то, что может повысить эффективность работы и улучшить результаты проекта. Особенно технологическая интеграция, конечно, помогает решить такие аспекты, автоматизация рутинных задач, использование различного программного обеспечения в управлении проектами. Я, как ученый и как с большим опытом работы международных организаций, считаю, что нас не ведет искусственный интеллект, я-то недавно увидела, а что у нас нет проблем с естественным интеллектом, так вот, я считаю, что профессионал, лидер в управлении проектами, человека здесь никто не занимает, особенно в креативности, в инновациях, в создании новых идей, но использование инновационных высокотехнологичных вещей очень сильно помогает в нашей работе. Ну, и принятие решений на основе данных, как я уже сказала в самом начале, это научно обоснованные стратегии, которые широко используются в таких проектах, это ключевая стратегия для принятия решений, это помогает улучшить планирование, мониторинг, контроль и гарантирует, что решения являются объективными, обоснованными и согласованными целями проекта. Еще одна из вещей, несомненно, в межкультурных и межнациональных международных проектах, это устойчивость и этические соображения, все организации все больше признают важность устойчивости и этики в управлении своими проектами, и это включает разнообразную очень гамму, это и экологическое воздействие и деятельности, и этичные практики в работе, и сравнение достижению глобальных целей, которыми стремятся все члены проекта, очень сильно проявляются в проектах такого уровня, как церк. Но в общем итоге, нужно сказать, что адаптативность является самым ключевым аспектом успешного управления проектами, особенно меняющим сегодня определенным миром, в котором мы с вами живем, и исследование научных лет, этот мир появился не вчера, не полагода назад, а в момент восстановления церкви он там точно выходит организации, и это позволяет не адаптироваться, позволяет реагировать изменения, не инвестирует в принципе и извлекать максимальную пользу безусловно возможностей. Собственно, именение стратегии управления проектами научных организаций может иметь сильнее для своих других организаций, может быть адаптирована к любой другой области, я уже сказала, адаптировать строительство образования и здравоохранения. Поэтому я надеюсь, что опыт, который мы наработали в результате коллаборации, в результате участия Российской Которгерации в таких проектах может быть применен сейчас, а именно в данный момент, на дальнейшее развитие наших проектов в любой области. Хочется закончить Луи Ди Брофель, просто то, где он говорил, что когда наука отрекленно 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 административными структурами, то становится более чем необходимо понять свободу творчества и имя уничтожительных политических исследований. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. за субтитры Алексею Дубровскому!